Большинство зрителей справедливо полагает, что телесериалы исторически неточны. Реальная жизнь почти никогда не разворачивается, как хорошо написанная телевизионная драма. Однако, в случае с популярным сериалом Викинги, это не всегда так. В этом ролике мы расскажем о том, что в сериале соответствовало действительности. Рагнар Лод Брок, возможно, не существовал на самом деле. Трудно сказать с уверенностью, действительно ли кто-то жил более тысячи лет назад, когда разворачивались описываемые события. Однако мы знаем, что Рагнар фигурирует в исландской саге. Несмотря на вопросы о действительном существовании Рагнара, он появляется во многих средневековых источниках. Рукопись Деяния Данов, саксонограмматика, написанная около 1185 года, уверенно заявляет, что Рагнар был датским королем в IX веке, который сражался с самим Карлом Великим. В этом сказании говорится, что в конце концов Рагнар был схвачен королем на Пумбрии Элли и брошен в яму, полную ядовитых змей. Этот персонаж также появляется в исландских произведениях XII века Кракумал и Хатталыкил, созданных на нынешних Оркнейских островах, принадлежащих Шотландии. Но на этом литературные похождения Рагнара не закончились. В XIII веке читатели, просматривая исландский эпос саги о Вюльсунгах, также находили и сагу о Рагнаре Лодброке. Наиболее близким к реальному человеку является лидер викингов по имени Регенхери, упоминаемый во франкских хрониках. Согласно современным источникам, Регенхери разграбил Париж в 845 году н.э. Самое раннее упоминание, которое можно было бы связать с именами Рагнар или Лодброк, относится к гораздо более позднему времени, XI веку. Сериал Викинги свободно подходит к некоторым аспектам истории, особенно что касается временных периодов, когда происходили те или иные события. Например, нет никаких свидетельств того, что Рагнар Лодброк был реальным человеком, принимавшим участие в нападении в VIII веке на знаменитое богатое аббатство Линдисфарн в Англии. По общему признанию, нет данных, оставшихся от людей, которые были непосредственными участниками тех событий, а все свидетельства появились гораздо позже. Первое упоминание о набеге происходит из англосаксонских хроник, которые были записаны в конце IX века на основании более ранних источников. Достоверно известно, что остров Линдисфарн действительно был атакован скандинавскими налетчиками в 793 году. Летописцы склонны характеризовать тот год как предвестник Судного дня с самого его начала, упоминая такие жуткие предзнаменования, как разрушительные вихри, повсеместный голод и огнедышащие драконы, летающие по небу. Затем, в июне летописцы сообщают, что пришли язычники и разрушили церковь на Линдисфарне, разграбив её и убив всех, кто там был. Лагерта, дева щита, показанная в сериале, по-настоящему грозный воин. Критики утверждают, что создатели викингов просто наложили современные феминистские взгляды на патриархальную культуру той эпохи. Скандинавские женщины никогда не вступали в бой, не так ли? Но одна необычная могила доказывает, что это не так. Это захоронение, впервые раскопанное в 1880-х годах в Бирке, Швеция, было заполнено доказательствами, свидетельствующими о том, что человек, похороненный здесь, скорее всего, был воином. Вместе с ним были погребены меч, копье, топор, стрелы, нож, два щита и две лошади. Первые археологи предположили, что это был мужчина. Однако исследование ДНК позже подтвердило, что это была женщина. Литературные источники также указывают на то, что для скандинавов женщина-воин не была чем-то необычным. Согласно энциклопедии древней истории, викинги могли перечислить множество примеров участия женщин в битвах. К ним относится и Лагерта, дева-воительница, упомянутая в Деяниях Данов. Викинги и скандинавские торговцы впечатляюще много путешествовали. Руны говорят нам, что они добрались до Собора Святой Софии в Константинополе, ныне Стамбул, Турция. Мы также знаем, что они путешествовали далеко в Исландию, Гренландию и, если рассказы о Лейфе Эриксоне правдивы, то ещё и до восточного побережья Канады. Кроме того, в скандинавской могиле в Хельго, Швеция, была найдена металлическая скульптура VI века, которую исследователи идентифицировали как фигурку Будды. Исследования показывают, что статуэтка была сделана в Индии, а это означает, что викинги, по крайней мере, контактировали с торговцами, которые там бывали. Дело в том, что общество скандинавов могло быть весьма разнообразным. Большое генетическое исследование человеческих останков с 2400 года до н.э. до 1600 года н.э. показывает, что викинги часто смешивались с самыми разными этническими группами. Скандинавы эпохи викингов передали современным жителям этого региона от 15 до 30% своих генетических маркеров. Это указывает на продолжающееся пренебрежение такими понятиями, как племена или этнические группы. И пускай Ролла почти наверняка не был братом Рагнара Лотброка, он был реально существовавшим воином и лидером викингов, участвовавшим в осаде Парижа в 885-886 годах. В большинстве источников он известен как Ролла Нормандский, основавший это герцогство. Он родился на территории современной Норвегии, а затем участвовал во многих набегах, которые в конечном итоге привели его во Францию, где-то в X веке. Он снова осадил Париж и был настолько успешен в этом предприятии, что французский король Карл III прибег к соглашению около 911 года, чтобы остановить Ролла. Договор положил конец осаде и дал Ролла контроль над Нормандией, где он и поселился. Источники также сообщают, что Ролла и его люди вели себя достаточно прилично, и Ролла даже принял христианство. С другой стороны, большая часть истории Ролла с годами приукрашивалась. Мы никогда не узнаем наверняка, что было правдой, а что вымыслом. Залы были неотъемлемой частью культуры викингов, поскольку они были центрами общественной жизни, где местный правитель вёл дела, устраивал пиры и появлялся во всей красе перед посетителями. Без залов для встреч сериал потерял бы часть своего очарования, как и оттенок реальной скандинавской жизни. У этих залов было несколько общих черт. Обычно это были большие здания с одной комнатой, расположенные в центре большой фермы. Залы также были необычно высокими и с небольшим количеством внутреннего убранства, которое могло помешать действию. Раскопки довольно ясно показывают, что это были необычные места. Например, археологи редко находят в залах предметы быта, такие как кухонная утварь. Вместо этого куда чаще обнаруживаются драгоценности, которые принадлежали высокопоставленным людям, или религиозные предметы, такие как амулеты и статуи. Существуют четкие доказательства того, что скандинавы использовали косметику, пуская ингредиенты в ней и отличались от тех, что лежат на столе современного визажиста. Не считая материалов, образы актеров в сериале не слишком отличаются от того, что использовали скандинавы в IX веке. Один арабский торговец, Ибраим Ад Тартуши, посетил шведский город Хедебю около 950 года. Он написал, «У них есть искусственный грим для подводки глаз. Когда они его используют, красота никогда не тускнеет. Напротив, увеличивается и у мужчин, и у женщин» Викинги, вероятно, использовали коль на минеральной основе. Судя по рассказам Ад Тартуши, скандинавы также использовали устойчивую несмываемую косметику. Возможно, это были глазные капли с атропином, токсичным веществом, которое содержится в таких растениях, как белодонна. Эти капли могли вызывать длительное расширение зрачков, что некоторые культуры считали привлекательным. Сериал показывает множество культурных традиций, в частности, похороны были представлены исключительно грандиозно. И пускай викинги не вели записей, археологи обнаружили, что скандинавы либо хоронили, либо кремировали своих умерших, и выбор способа варьировался в зависимости от статуса человека. Представители низших слоев общества обычно хоронили в простых, относительно неглубоких могилах, в то время как для знати воздвигали монументальные курганы. Некоторые наиболее знаменитые представители скандинавского общества были похоронены с кораблями. Оссеберг, 20-метровый корабль, обнаруженный в Норвегии, несомненно, предназначался для очень важных людей, включая двух женщин. Несмотря на то, что в массовой культуре часто упоминается обряд со спуском корабля на воду и последующим сожжением его с помощью горящих стрел, на самом деле эти корабли хоронили вместе с хозяевами. Потраченные физические усилия и средства на постройку этих искусно изготовленных судов были слишком большими, чтобы просто сжечь их дотла, даже для высочайшего скандинавского вождя. Не было найдено точных материальных или литературных свидетельств такой драматичной традиции. В сериале Рагнар часто использовал матовый материал, известный как солнечный камень, для навигации по коварным морям. Оказывается, солнечные камни могли действительно существовать. Они упоминаются в скандинавских сагах, но авторы не раскрывают подробностей. Археологи обнаружили кристалл кальцита на месте кораблекрушения английского корабля 15 века, что указывает на то, что эта традиция могла быть перенята от викингов в эпоху Тюдоров. Венгерская команда исследователей провела компьютерное моделирование, которое показало, что солнечный камень на основе кальцита был действительно полезен, пускай викинги использовали и другие методы навигации, такие как наблюдение за миграциями китов, поиск знакомых ориентиров и отслеживание астрономических явлений, таких как звезды. Исследователи испытали солнечный камень. Он оказался настолько точным, что команда смогла отследить движение солнца с точностью до 1% от его фактического местоположения. Флоки Вильдергарсон известен как первый житель Скандинавии, который намеренно приплыл в Исландию в IX веке. Помимо этого его окружает множество легенд и мифов. Эти истории легли в основу образа корабела по имени Флоки, показанного в викингах. Исландия, возможно, рассматривалась поселившимися там скандинавами как мифическое место. Даже сегодня многие считают её первозданной страной льда и огня, с суровыми зимами и коротким летом, покрытой вулканами и иногда извергающими лаву и пепел. Согласно книге поселений XIII века, первым известным человеком, увидевшим эту необычную землю, был Наддот Викинг, которого иногда называли Наддор. Он сбился с курса около 830 года и попал на этот остров. Гардор Швет последовал за ним примерно 30 лет спустя. Оба мореплавателя, в конце концов, вернулись в Скандинавию, оставив Флоки шанс основать поселение около 868 года. Согласно легенде, он стал известен как Храфна Флоки, или Ворон Флоки, потому что выпустил трех воронов, чтобы найти землю. Когда третий ворон улетел и не вернулся, Флоки последовал за ним и высадился в Исландии. После тяжелой зимы он вернулся в Норвегию и разочаровался в путешествии, но восторженные отзывы его вопутчиков побудили других искать новые места для жизни в Исландии. Похоже, викинги были довольно модными людьми. По данным Национального музея Дании при раскопках их могил и других памятников было обнаружено большое количество драгоценностей. Если археологам везло, они могли даже найти остатки тканей, которые, как правило, довольно быстро разрушаются, если условия далеки от идеальных. Судя по раскопкам и литературным источникам, мы знаем, что и викинги, и скандинавы в целом заботились о своей внешности. Существует куда больше конкретной информации о том, как мужчины-викинги укладывали свои волосы, чем о женской моде того времени. Мужчины обычно носили бороды и отращивали длинные волосы. Иногда они даже окрашивали или обесцвечивали волосы такими соединениями, как щелок, который собирали из пепла костра. Некоторые были знамениты своими волосами, о чем свидетельствуют имена таких персонажей, как Харальд Длинноволосый и Свейн Виллобородый. Национальный музей Дании отмечает, что обратная укладка была одним из наиболее популярных мужских стилей. Эта датская мода, как её называли некоторые англо-саксонские писатели, требовала, чтобы мужчины оставляли длинными волосы на макушке, при этом тщательно подстригая их на затылке, подобно тому, как Рагнар и другие викинги делали это в сериале. По сравнению с женщинами из других обществ того времени, женщины-викингов имели гораздо больше свободы. Как и персонаж Лагерты, они могли проявлять самостоятельность – от ведения собственного прибыльного дела до развода в случае разрыва отношений. И пускай были женщины-воины, большинство скандинавов жили в гендерно-ориентированном мире. Женщины занимались домашним хозяйством, выступая в роли хозяек, кухарок, рассказчиц и владельцев торговых предприятий. Они занимались всем, что производила семья, например, скотом или текстилем, и отвечали за финансовое благополучие семьи. Женщинам также было поручено воспитывать детей, и это не стоит сбрасывать со счетов. Правильное ведение домашнего хозяйства было жизненно важно, особенно во время суровых скандинавских зим и на таких удаленных территориях, как Исландия. Жизнь женщин не всегда вращалась вокруг домашних дел. Например, они могли выступать в роли прорицательниц, которые играли важную религиозную роль в дохристианском скандинавском обществе. Королевы и другие представительницы знати обладали еще более высоким статусом, о чем свидетельствуют женщины, найденные в захоронениях по всей Норвегии. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про викингов, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!